Вот там можно сделать домик. Потому что там очень большое место. А также отличное место для игры в прятки. Восьмилетний Дима прячется в яме от дедушки и уверен, тут его точно не найдут. Только вот опасности подстерегают на каждом шагу. То и дело упадёшь. Чисто тут была крова, там были трещины, потом детки туда упали и всё. На деревьях считает школьник безопаснее, чем на земле. Участок здесь, как решето, всё в дырах. Раньше во дворе стояли сараи, потом они сгорели, а погребные ямы остались. Ямы были добротные, советские. Тут ходить опасно, я тебе сразу скажу. Потому что они бывают заросшие, можно рухнуть. Местные жители, переживая за безопасность детей, пытаются обозначить глубокие ямы. Сюда накидывают мусор, а здесь закрывают дыры креслом и матрасом. По словам соседей, они обращались в администрацию города, но ничего не изменилось. Сколько мы стучимся, чтобы у нас это убрали, чтобы хотя бы уберите, нам расчистите. Может, какую-то детям песочницу, лазинку построить. У нас ничего нет. Засыпать все ямы местным не по силам. Живут здесь в основном пенсионеры. В администрации развели руками. Ничем помочь не могут, так как земля не разграниченная. Бывшие владельцы и наследники должны признать, что да, когда-то они им принадлежали, эти объекты. До тех пор, пока вот эта неразграниченная земля, так сказать, не обретет хозяина, такие проблемы могут быть. Однако, по словам адвоката, обязанность администрации – обеспечить безопасность для горожан. Например, можно установить забор или же засыпать ямы, а потом уже взыскать деньги с хозяев бывших сараев. Сами сотрудники администрации рискуют. Если какой-то из детей получит травму или, не дай бог, погибнет, будет возбуждено уголовное дело и как раз в уголовной ответственности будут привлекать сотрудников администрации либо вообще главы района, которые будут отвечать за свою территорию, которая должным образом не обеспечила безопасность. Поиск хозяев может растянуться на долгие годы. А пока родители стараются не оставлять детей без присмотра.